Добрый вечер, дорогие коллеги, уважаемые друзья! Мы начинаем 11-е заседание Клуба локальной истории и археологии «Реплика». У нас сегодня замечательный спикер, это Ливанова Елена Сергеевна, кандидат исторических наук, заведующая Центром полевого искусства Института археологии Российской Академии Наук. В этом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом философии Российской Академии Наук и Мартиановским музеем. И в рамках этого соглашения, во исполнении этого соглашения, Елена Сергеевна любезно согласилась прочитать нам лекцию. Лекция звучит следующим образом. Тема лекции «Личины в наскальном искусстве Дальнего Востока и Южной Сибири». Я думаю, что эта тема не безинтересна нам, как научным сотрудникам, как краеведам, как людям, любящим свою территорию, потому что это некий сравнительный анализ, которого всегда не хватает. То есть это не просто констатация, а это будет такая небольшая аналитика. Поэтому я вам представляю Елену Сергеевну. Елена Сергеевна, мы вас слушаем. Спасибо. Да, большое спасибо, Елена Геннадьевна, за приглашение. Уважаемые коллеги, спасибо, что вам интересны такие темы, что вы собираетесь на такие замечательные мероприятия, которые, собственно, очень приятно посещать, а лекторам быть тем более приятны. Я хотела бы сразу говорить, что, наверное, здесь Ольга Геннадьевна обо мне очень хорошо думает, потому что сравнительный анализ, к сожалению, столь больших регионов, на мой взгляд, вообще невозможно. Мы, безусловно, видим параллель, мы, безусловно, видим очень схожие мотивы, которые распространяются в совершенно непонятное нам, на самом деле, время. Ну, по крайней мере, для Дальнего Востока это, к сожалению, так. И в моем рассказе сегодня будет, конечно, больше Дальнего Востока, потому что Южная Сибирь, я смело взяла эту тему, на самом деле, посмотрев материалы, я поняла, что мы до сих пор, я до сих пор не могу к этому материалу приступить полноценно, потому что там слишком большой регион и слишком широкие, получается, аналогии, которые очень часто не имеют под собой иных, собственно, причин, кроме какой-то стилистики изображений, которые, конечно, поражают своим сходством. И мне бы все-таки хотелось сегодня больше поговорить о том регионе, которым я занимаюсь, да, так, более судеб уже, наверное, сколько, 4 сезона или, ну, в общем, уже довольно длительное время мы работаем на Дальнем Востоке, на очень интересных памятниках, которые расположены довольно локально, да, то есть это, конечно, не такой огромный регион, я имею в виду, они настолько насыщены памятниками, как Южная Сибирь, но для наскального искусства России и мира, конечно, Дальневосточный Петроглиф, именно Хабаровского края, мы все-таки Дальний Восток, Чукот, вот, условно пока, да, причисляем, забываем, точнее, все время, что он там есть. Вот когда говорят о Дальневосточных Петроглифов, все-таки чаще всего имеют иду Хабаровских краях, хотя, конечно, они есть и в других регионах, и на Амуре, не только не на Нижнем Амуре, а на Верхнем Амуре есть, но настолько яркая традиция, настолько специфическая, и при этом, которая дает нам прекрасные параллели с Сибирью, она, безусловно, уникальна для вообще всего континента, наверное. Итак, это сравнительно для нашей страны небольшой регион, Хабаровский край, это Нижний Амур и река Уссури. Здесь на карте представлены не только три памятника, о которых я буду говорить, Сикачьялян, Шереметьево, Киян, но вот Майя и Калиновка, это памятники, на которых мы еще не работали, это, безусловно, какой-то отголосок традиции, которая развивается на Нижнем Амуре и Уссури, но все-таки это такие сателлидные небольшие памятники, которые, скажем так, широкую картину не дают. А вот Сикачьялян, Шереметьево, Киян, это, безусловно, очень большие кластеры, Киян самый маленький, большие кластеры наскального искусства, то есть те территории, которые длительное время посещают люди в древности, и там, собственно, занимаются наскальным искусством, преимущественно это Петроглифы, хотя у нас есть и следы пигмента на этих памятниках. Вот здесь мы видим карту всего двух больших местонахождений, это не отдельный памятник, да, Сикачьялян, это очень большая группа памятников на самом деле. Они расположены на правом реке Уамура, они затопляемы, к сожалению, очень яркие памятники, где в основном изображения расположены на лунах. Шереметьево расположено дальше от Хабаровска, это памятники на реке Уссури, это граница уже с Китаем, поэтому здесь строгий пропускной режим, мы работаем по разрешениям охраны, пограничных властей, да, и, к сожалению, памятники при этом не спасают от вандализма. И здесь в основном памятники представлены, петроглифы на скальных выходах, при этом есть некоторое количество на валунах. То есть у нас, конечно, такое очень интересное своеобразное с точки зрения наскального искусства региона, потому что всё-таки Южная Сибирь, Западная Сибирь в основном это изображение на скальных поверхностях, да, если мы не говорим про пещерные памятники, а говорим про открытые наскальные искусства. Здесь же у нас очень интересная вот такая картина, да, изображение на валунах, которое даёт тому не специфическую ситуацию. Дело в том, что ледоход на море очень мощный, наверное, все когда-нибудь слышали из Хабаровска новости о том, как очередной ледоход сносит очередную набережную в городе Хабаровске. Так вот, эти камни он тоже переворачивает. Они расположены, собственно, близко от воды, да, либо вообще уход под воду, когда начинается подъём воды во временном однении, особенно 19-го года. Вообще почти весь этот памятник был под водой. Так вот, ледоход переворачивает камни, а то, что не переворачивается, то постепенно уходит под вот этот песок, а лёд, и, собственно, хабаровские археологи периодически совершают такие мероприятия охранные, пытаясь их перемещать, но, к сожалению, это не спасает такие большие памятники, где у нас сотни, на самом деле, больше сотни валунов с изображениями. Ну и, конечно, самая прекрасная черта Сика Чаоляна, как памятника Дейха Чареметьева, это в том, что это движимый памятник, да. Мы считаем, что оскальное искусство — это то, что расположено на скалах, поэтому оно вечно, да, и никаким образом мы не можем его куда-то, да, деть, там, разве что разрушить люди могут. Но здесь, на самом деле, валуны передвигаются, мы это видим совершенно точно, и то, что наблюдал Алексей Павлович Аклатников, собственно, первый человек, который даст научные описания памятнику, да и вообще всем хабаровским, и многим дальневосточным другим памятникам, и сибирским. То, что он видел в 1937 году, впервые приехав на Сика Чаолям, это, конечно, совсем иная картина, которую видим мы сейчас. Мы видим, что на многих гранях изображения расположены, и мы в один год видим одну вороня, а в другую год — другую. Эти валуны все сделают базаритовые породы, они очень тяжелые, то есть это многотонные валуны, поэтому их перемещение, к сожалению, является практически нереальным, если мы говорим целиком о всем памятнике. Но все равно, конечно, археологам крайне грустно и, в общем-то, тревожно видеть картину постепенного исчезновения. Мы не знаем, сколько валунов на самом деле находится на дням. Но возвращаясь ближе к теме своей, Даша Рементьева — это памятник, где в основном вот на таких скальных выступах представлены изображения, причем на разной высоте, и на уровне человеческого роста, и на высоте более 30 метров. Это тоже, на самом деле, памятники затапливаемые, то есть мы какой-то год можем попасть сюда, но какой-то год — нет. То есть вода подходит близко к скале, и поэтому это невозможно. При этом сейчас уже известно, что на Шереметьеве есть его луны с изображениями, каждый год, собственно, ходят новые изображения, поэтому никаким образом мы можем, скажем так, не можем, скажем так, понимать, каким образом нам исследовать памятник, то есть что мы будем наблюдать, картину, когда у нас исчезают изображения, или картины, когда изображения осыпаются. Очень интересная ситуация, она, собственно, знакомая археологам других регионов, когда у нас из-под лишайника выходит просто шедевральное изображение, которое ранее не было известно. Собственно, это иногда бывает чисто случайность, когда археолог начинает чистить поверхность, которая ничего не предвещала, но при этом здесь обнаруживается совершенно выразительное, гениальное изображение. Вот Шереметьево – это такой классический пример. То есть здесь, безусловно, очень сильная, большая нужна работа по расчистке изображений. Киян – это, на самом деле, памятник небольшой, в отличие от Шереметьева, и Мусика Чаряна явно сателлитный. Это отдельный скальный выступ, где также расположены изображения, которые прежде всего, конечно, характеризуются их самым ярким мотивом – личинами. Итак, чтобы как-то дать хоть какие-то временные рамки, сразу говорю о той датировке, которая примета в литературе дальневосточной петроглифа Сика Чаряна, Шереметьево, Кии и Калиновке. Датируют вслед за Алексеем Павловичем Окладниковым от начального неолита, дальневосточный неолит у нас такой очень ранний, до, собственно, эпохи раннего Средневековья. Ранне-средневековые изображения, безусловно, легко идентифицировать. Это всадники, гравировки, ну, в общем, тот классический набор, который очень хорошо сопоставился с определенными историческими событиями, которые здесь происходят. Что же касается начального неолита, то здесь, конечно, сложная тема. Почему? Потому что, кроме Алексея Павловича, ну, практически никто не копал, точнее, ну, как официально, никто не копал на том же Сика Чаряне, Шереметьево. Алексей Павлович копал на Сика Чаряне. И там были найдены некоторые изделия мелкой пластики, которые далее мы могли с основанием считать, что изображения этой мелкой пластики, изображения на петроглифах, они, собственно, сопоставимы. Учитывая, что он нашел там слой неолитический, то, собственно, он и пришел к такому выводу. Но, кроме того, сейчас, секунду, я... Ну, к вопросу о адаптировках и роли в этом личине я перейду чуть попозже. Но, кроме того, конечно, он первый, кто, скажем так, пытается описать все то многообразие личин, которые встречаются в дальневосточных петроглифах. Что такое личина? Мотив личины — это универсальный мотив для наскального искусства в мире, то есть мы видим их практически во всех регионах, где вообще встречается наскальное искусство. Но что интересно, что прежде всего они встречаются в тех регионах, где у нас, конечно, известен шаманизм и определенные ритуалы, которые связаны с, скажем так, общением с духами, различными галлюциногенными практиками. Это может быть и Южная Америка, это может быть и Австралия. То есть у нас, на самом деле, трактовок и семантических вот этих объяснений, семантики изображений личин очень много. Так или иначе, это мотив маски личины, мотив маски человеческого лица, очень часто с зооморфными иными мотивами, которые нам дают понять, что это всё-таки не человеческое изображение, не человеческого лица. У нас много каких-то, скажем так, более сложных сюжетов, которые сплетаются вот в этом изображении, первоначально похожим на лицо человека, то есть личин. Здесь представлены те типы личин, которые у нас встречаются на дальневосточных петроглифах. Овальные, с ореолом, череповидные, сердцевильные, парциальные, рельефные, трапециевидные. Это доработанная вслед за Алексеем Павловичем Окладниковым типология, которую дал в своих работах Артур Робертович Ласкет, хабаровский археолог. Мы с ней, в принципе, полностью согласны, хотя, конечно, бывает, что личин у нас, скажем так, бывают ещё и сердцевидные, а, нет, сердцевидные здесь есть, да, бывают и личины, которые сочетают в себе некоторые разные черты, да, разных личин. И понятно, что, наверное, у Тревнего Творца в древности не было такой задачи, да, определенные типы личин, ну, скажем так, воспроизвести. Если вы посмотрите на эту типологию, то вы увидите, что многие из этих личин встречаемы, конечно, в других регионах. Самое яркое, конечно, с ореолом, вот эти вот прекрасные солнцеголовые существа, которые также есть и в Южной Сибири, и на Алтае, и в других регионах, там парциальные рельефные, трапециевидные рель. Личин – это вообще универсальный, ну, как и овальный, да, универсальный совершенно образ, который встречается на скалных и других регионах. Но все-таки бывают, скажем так, такие интересные сопоставления, которые нас приводят к определенным выводам о хронологии памятников. Ну, вот, например, здесь я взяла типологию, которую в свое время, скажем так, следу тоже за Алексеем Павловичем Акладниковым, продолжила Ирина Пановарева, исследователь цианскального искусства. И здесь, конечно, очень интересно, что многие параллели у нас действительно есть в керамике, прежде всего, в керамических изделиях, которые известны по дальневосточной археологии. Ну, самое яркое, конечно, сопоставление, всем известное, это величина Вознесеновской культуры. Так, я, к сожалению, по-моему, вот, собственно, на этом слайде она и здесь есть. Да, вот у нас два фрагмента керамики Вознесеновской культуры, которая относится к неолитическому времени Дальнего Востока. Это керамика из раскопок новосибирских археологов, которая стала, собственно, эмблемой Дальнего Востока института этнографии и антропологии Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. Сейчас у вас, я не знаю, ее подлинник или копия у нас на выставке в Москве находится. Но так или иначе, вот эти сопоставления именно с лечениями, которые встречаются на керамике, стали основой для таких параллелей. Но также вы видите, что интересные очень параллели есть, ну, по узнаваемым образом, которые, безусловно, связаны с более дальними регионами. Это и Китай, это и Монголия, это, безусловно, Южная Сибирь. То есть огромный пояс вот этих кочевых культур, который связан с, ну, скажем так, видимо, большими миграциями, которые нам, безусловно, очень сложно датировать, только и с очень широкими временными промежутками. И что очень интересно, да, если мы придем к следующему слайду, то здесь, конечно, как бы типы лечений, да, типы лечений и их исполнение, оно явно имеет определенную уроках аналогии. Почему? Вот если мы вернемся к этой схеме, да, мы увидим, вот, собственно, лечина, которая представлена на этом кадре, такой замечательный, да, вот эти прекрасные, ну, скажем так, морщины, да, то есть изображение некого старческого лица, и даже, может быть, ну, и лечина мертвого, да, лечина духа. А Алексей Павлович в свое время в его прекрасных совершенно работах, которые, многие из которых могут быть названы научно-популярными даже, да, приводятся на найские легенды, на найцы – это население основное, собственно, этого региона, одно из основных автохтонных, которые, собственно говоря, о том, что лики Амура, лики Нижнего Амура и, вот, собственно, Ауссурия – это изображение духов, которые кормили таким образом, да, то есть их поглощала вода, потом вода отступала, и это вот некие духи воды, которые были связаны с тем, что, конечно, культуры, жившие на берегах этих рек, были их теофагами, они, в основном, собственно, занимались таким интенсивным рыбным промыслом, речным рыбным промыслом, и для них, безусловно, это колебания уровня Амура, Уссури были очень важны, каким-то образом они, наверное, действительно задавливали духов воды, возможно, это их изображение. И вот что интересно, да, здесь мы тоже видим такую прекрасную личину, одну из знательных уже после Алексея Павловича Кладникова, зубастая, так называемая, личина, да, эти духи очень разные. Какие-то у нас по изображениям явно агрессивные иконографии исполнены, да, какие-то сочетают в себе черты хищников, да, при этом у нас с вами есть вот такие совершенно... Вот здесь две личины исполнены в технике глубокой выбивки, да, здесь у нас рельефная глубокая выбивка, то есть не просто выбивка, да, на камне, но и использование рельефа, который, безусловно, обыгран человеком, человеком, который делал эти изображения, и, конечно, мы видим, что, ну, сейчас уже невозможно, например, проводить эссоологические исследования таких петров, потому что выбивка глубокая, но порода такова, что очень сильно сглажены эти изображения, они постоянно находились, ну, под водой, то есть их очень часто вода покрывает, вода уходит, и постепенное сглаживание этих изображений, да, оно тоже нам показывает их, ну, собственно, и возраст в том числе, потому что сейчас уже даже невозможно определить тип орудия, которым сделаны эти изображения. Еще один интересный пример, здесь мы видим с вами вот, да, как раз, две личины, это такие шлемообразные личины, которые расположены на высоком берегу, на высоте более 30, там, 30 с чем-то метров над уровнем воды на берегу Уссули. Здесь очень интересные, также не так давно найденные личины, которые, наоборот, кажутся такими очень, ну, неакрессивно, да, вот, и бывают агрессивные иконографии, мы понимаем, да, что там какие-нибудь черты хищников, оскальные пасти, нахмуренный лоб, да, здесь у нас, наоборот, такие светящиеся совершенные изображения, насколько это могли быть какие-то изображения духов, или же, наоборот, может быть, волнов или шаманов, да, здесь можно бесконечно гадать, но так или иначе, вот, хотелось бы сказать, еще вот это изображение, так или иначе, они, безусловно, имеют какое-то, ну, ритуальное, да, значение. Почему? Потому что мы видим с вами очень интересные головные уборы. Эти головные уборы могут быть сопоставимы с нашими санцезаголовыми божествами, изображения санцезаголовых персонажей, которые встречаются и на Алтае, и в Южной Сибири, да, и в других регионах, и в Монголии, но так или иначе, они, конечно, вот эти, да, товарищи, показывают, что здесь нет никаких реальных персонажей, да, это определенное божество, скорее всего, то есть определенное существо, которое антропоморфную форму, если иные, то, по сути, антропоморфом не является. Ну, и самые яркие его изображения тоже из недавно найденных, вот это, например, у нас такая лилия, ее, может быть, не очень хорошо видно, но вот здесь прекрасная сердцевидная личина, да, мы тоже видим, что это скорее орнамент, который напоминает собой личину, но при этом в древности человек переосмысляет этот образ, и это уже не лицо человека ни в коем степени, это уже некая маска, это маска, которая, ну, скорее, геометрически как-то выполнена, да, и является собой какой-то символ, это уже, ну, безусловно, часть знаковой системы, которая мы не можем рассматривать как какой-то символ просто человеческого лица. Ну, вот наши новые прорисовки не так давно были сделаны по уже новым моделям, которые делались на памятниках. Я хочу обратить ваше внимание вот на эту зубастую, да, вот такую вот агрессивно настроенную личину, и вот это прекрасная совершенно личина, известная еще с временом Ахланникова на Акие, такой улыбающийся персонаж, да, то есть насколько разные по своему настроению, да, по своему какому-то, ну, не знаю, исполнению. И при этом очень интересно, что разные, действительно, по исполнению, по технике я имею в виду, нанесение петроглифов. Например, вот здесь у нас с вами глубокая выбивка, я про нее уже говорила, да, а здесь у нас с вами прочерченные, то есть это на самом деле прошлифованные изображения на камне. Встречаются также гравировки, я сказала, что это более позднего времени. То есть мы видим, насколько по-разному человек в разной, видимо, эпохе работал с рельефом камня. И это действительно говорит о том, что, скорее всего, памятник очень долгое время существует. По стилистике изображения очень разные, да, и при этом мы видим, что, скорее всего, ну, некое семантическое наполнение у них также разное. С одной стороны, это могут быть те самые духи воды. Это могут быть какие-то символы, да, духи, которые охраняют определенную территорию, да, как некие символы кланов или что-то еще. Ну, здесь, конечно, может быть, очень много депритаций, но, так или иначе, мы видим очень часто, что, ну, в основной своей массе, да, что для этого именно ареал наскального искусства характерно переосмысление определенных звериных образов и использование их вот в таких интересных, ну, образах лечения, да. Если посмотреть на маски, ритуальные маски, шаманские маски, тех народу, которые населяют территорию Дальнего Востока, безусловно, это тоже характерно и для этого творчества, да. Изображения на масках, хоть они и относятся к фотографическому времени, и не могут так хорошо, да, сопоставляться с наскальным искусством, они тоже показывают, что вот эти образы лечения, да, они переосмысляют очень многие вещи. Это могут быть изображения человеческого лица, зооморфные изображения, абсолютно не связанные с реальными изображениями, как будто, возможно, переосмысление духов и их различных черт, да, скажем так, совершенно нереальных уже. Самые ранние изображения, которые, собственно, выделяют ахлогландников, да, это череповидные или обезьяновидные. Почему? Потому что как раз он считает, что это вот наиболее глубокая выпивка, да, является, скажем так, определением наиболее ранних изображений. Сказать, что они совершенно точно делались каменными орудиями нам сложно, но при этом выпивка, вот если мы посмотрим на это череповидное изображение, она делается очень широкими движениями, да, то есть глубина большая, большая ширина в самом, как бы, площади выбивки, да, поэтому тот же Алексей Павлович, например, считал, что это, безусловно, сделано каменными орудиями. И вот такие парциального типа личины совершенно часто неопознаваемы, иногда их называют лунками просто, но, правда, они действительно складываются часто в определенную схему личины. Вот такие ранние личины, они сопоставимы как раз с тем, что найдено на герармике. Здесь мы тоже видим с вами вот такие вот, да, парциальные личины. Здесь чуть более сложная рельефная личина на сикачаянии, как раз на камне, да, но также здесь, на самом деле, техника лунок. Это небольшое по площади, по самом деле, изображение, которые, в общем-то, к глазам тоже не так легко заметить. Ну и вот еще раз повторюсь про вот эти прекрасные фрагменты личин сердцевидных, вот с такими вот рыбными глазками, которые известны по Вознесеновской керамике, которые являются символом АЭТа. Вот, собственно, эти изображения считаются основными, аналогичными, как вот, собственно, эти прекрасные тоже личины, уже скорее заморфные. Основными маркерами той хронологии, которой мы можем возводить личин Дальнего Востока. Здесь вы видите дозировки конец 4 тысячи издана АШР. Это Вознесеновская культура. Есть более ранние этапы неэтических культур, связанных тоже с изображением личин. Вот, собственно, то, что я здесь вам показала, да, например, 6 тысячи издана АШР, Кандонская. Но вот до сих пор мы, собственно, пишем 12-е тысячелетие, хотя, конечно, в общем, это довольно спорно. Делаем дальше. Собственно, к аналогиям я, наверное, как бы так схематично приступлю, потому что, безусловно, про личины Южной Сибири, Миночейской котловины прежде всего рассказывают многие исследователи, прежде всего, Елена Александровна, лучше меня про это прекрасно расскажут, Миклащевич, у нее очень десные вышли статьи про окуневские культуры, про окуневские личины и, собственно, про другие этапы в наскальном искусстве Южной Сибири, где у нас встречаются такие изображения. Но так или иначе, я взяла здесь прорисовки из работы Марьианы Аташевны Девлетт. Это памятники Тувинские. Мугус Аргон здесь, прежде всего. И, безусловно, это очень интересное сопоставление, потому что показывает нам, насколько вот эти изображения не являются реальными какими-то изображениями реальных людей. Хотя часто нам хочется найти какие-то, скажем так, портретные маски, например, погребальные маски, которые могли быть совершенно портретными для многих культур того же Тагара и вообще для Южной Сибири. То есть здесь мы, конечно, видим совершенно иной концепт. Мы видим именно схематичное изображение. Мы видим изображение, которое связано явно с шаманскими ритуалами, с масками. Мы видим очень такое, ну, скажем так, не то чтобы не реалистичное, но часто схематичное изображение тех основных черт, которые нам позволяют выделить причину как определенный мотив. Обращаю ваше внимание на эти прекрасных цинцеголовых персонажей. Вот опять-таки у них не всегда обозначен именно, ну, скажем так, ореол как головной убор, да, это часто действительно вот такие лучи огня или пламени, там, или вот такие солнцеголовые черты вокруг всей личины. То есть это не просто, ой, не просто головной убор, да. Это, ну, определенный явный концепт, который связан с вот такими солнцеголовыми персонажами, где изображается нереальный головной убор, или какой-нибудь там, да, богатый, там, не знаю, в общем, какой-нибудь шапка какая-нибудь, да, с перьями или что-то в этом роде, да. А здесь уже присутствует определенная, ну, какая-то ритуальная коннотация, которая связана с, скорее, с маской, да, с определенными шаманскими атрибутами. И, конечно, очень интересное вот это изображение, где, как и на наших сикочиолянских чинах, прекрасно видно морщины, да, очень четко обозначены черты старческие, да, которые связаны с изображениями, ну, скорее всего, духов или умерших людей, да. То есть здесь мы во многих культурах видим, что изображение такого старческого лица с гипертрофированными морщинами, часто с носом, который не обозначен, да, контурно, а наоборот кажется, что он выбит внутрь. Это изображение, которое связано, скорее всего, с духами смерти, но с какими-то такими персонажами, безусловно, нижнего мира. Дальше я перейдусь к широким масками, уже совсем другой регион, потому что здесь интересны для меня лично и, наверное, для многих исследователей широкие параллели, которые связывают наше маскальное искусство с другими регионами. Есть такой очень универсальный мотив, тут, собственно, да, лабиринта, да, или определенных просто таких вот циклических изображений, которые часто у нас складываются в личину. По крайней мере, в дальневосточном искусстве это есть. Я искала в свое время параллели в таком транс-тихоокеаническом регионе, скажем так, и мне было интересно посмотреть, насколько, скажем так, этот мотив является универсальным. Он, безусловно, является универсальным, но проблема в том, что часто мы, скажем так, слишком широкие аналогии пытаемся найти. Ну вот, к примеру, здесь мы видим с вами вот как раз то, как складывается постепенно, да, он мотив личин, вот этот вот интересный очень орнамент. Где-то он остается геометрическим совершенно орнаментом и каким образом не складывается уже более сложное изображение. Но при этом мы видим, что это совершенно точно определенный, ну, скажем так, отдельный тип личин, который связан с такой вот геометрическим таким искусством. Здесь как раз у нас несколько личин из Дальнего Востока. Вот это, например, 5 мая, самая любимая личина, вот с такими прекрасными, ну, скажем так, клыками, которые торчат, да, то есть здесь не обозначены роты, обозначены именно пальцы, обозначены скорее не носа, ну, какой-то пятачок, скажем так, глаза. Но при этом мы четко видим, что это личина, да, которая складывается в определенную маску. Мы видим вот такие тоже дальневосточные наши сикочиолянские личины, которые скорее похожи на какие-то, ну, очень схематичные изображения масок. И вот здесь мы, конечно, видим те личины, которые представлены в корейском наскальном искусстве. Не так много, на самом деле, таких параллелей можно найти, но все-таки они очень четко дают нам понимание, да, что часто геометрические анаметы складываются в более сложные вот такие мотивы имени речи. Что интересно, я не стала уже вставлять презентацию, что наскальном искусстве Тихоокеанского региона, в принципе, это очень распространенный тип речи. Он встречается и на Аляске, он встречается и в Австралии, конечно, он встречается, в принципе, вот во всей этой циркомпантийской Айкумине. Вопрос, почему так, да, и с чем это связано, мне кажется, не имеет никаких ответов, но все-таки на него в свое время пытался ответить. Например, Григорий Евгеньевич Березкин у него есть. Прекрасная глава, посвященная мотиву личины, вот именно в циркупантийской регионе, они считают, что это очень такой четкий мотив, который нам показывает связь определенных, ну, скажем так, линий, мол, миграций, которые заселяли в свое время в Юго-Восточную Азию, а дальше через Брингов пролив заселяли Новый Свет. И предлагает в этом видеть такой вот универсальную, скажем так, универсальную идею для человечества, которой было очень важно изображать вот как раз конкретно личины, как отображение определенной связи между людьми-шаманами, между людьми-духами, которые они изображали таким образом, маркировали территорию, которая находится. Ну, собственно, у нас есть большой сайт, я не перестаю его рекламировать, хотя он уже не первый год работает, на котором представлены очень многие изображения, которые, собственно, у нас на Дальнем Востоке найдены. У нас есть большой каталог, собственно, камней поверхности с петроглифами. И, конечно, самое большое внимание мы уделяем там мотиву личин. Если говорить о процентном содержании, то у нас порядка, по-моему, больше 60% изображений так или иначе связаны с личин. Это интересно, потому что с точки зрения археологов эпоху неолита, когда сюда приходят люди, да, вот, собственно, с первыми антическими комплексами известны для Нижнего Амура. Вот тот регион, где у нас жили, где находится памятник Киси-Кочелян, Шереметьево-Кия, все-таки не был заселен полноценно. То есть там люди не жили. Люди здесь, скорее, приходили сюда специально для каких-то встреч, возможно, каких-то родовых встреч, да, и для того, чтобы совершать ритуал. Идея, собственно, не нова, да, очень многие археологи, антропологи считают, что, собственно, первые самые сообщества, которые, ну, скажем так, начали объединяться, да, они объединялись именно из-за того, что они, не там, не защищались от кого-то, да, не строили огромные там города сразу, а из-за того, чтобы проводить ритуалы. Постепенно таким образом, да, появлялись экифальные центры, в которых еще не было каких-то там вождей, и людей, которые в седьмой команде были, да, но примерно, ну, появляются, скажем так, вот эти центры притяжения. Это могут быть центры, связанные, например, с погребальным культом, да, то есть там, где мы хороним мертвых, сюда мы возвращаемся. И с этой точки зрения очень интересно... Так, сейчас я боюсь... Нет, нет, да, там уже последний кадр будет. С другой точки зрения интересно, что, например, на Сикачи-Аляне один из его пунктов до сих пор на, ну, скажем так, вблизи кладбища. Причем это отдельный пункт, где есть искальные выходы, есть небольшие, скажем так, изображения на валунах, которые очень локально расположены на небольшой территории, там, не более 70 метров длиной. Так вот, здесь место, где было кладбище Березьма, в Средневековье, а, может быть, даже раньше, потом уже в времена, там, Российской империи, уже когда эту территорию начинают заселять, и здесь казаки появляются, потом появляется советское кладбище, на его месте появляется уже кладбище, собственно, современное. И вот сейчас как раз все эти кресты написают очень красиво над петрогрифами, и совершенно ясно, что это место, да, куда люди возвращались специально. Они могли здесь хоронить мертвых, они могли здесь какие-то ритуалы совершать, и маски и личины являются одним из самых важных элементов этих ритуалов. К сожалению, археологически нам они неизвестны, да, мы, собственно, только на керамике их видим. Но понятно, что каким-то образом люди переносили свои представления о ритуалах, о духах, связанных, возможно, с водой, там, или с какими-то иными, сферами жизни очень важными для них, переносили их на скалы. И, собственно, наверное, этом я закончу, потому что, собственно, мне было важно для вас, вам показать, да, именно дальневосточный мотив личины. С Южной Сибири я все-таки себя решила ограничить в этом, и не сравнивать, потому что с Южной Сибири очень много, как бы, у нас, да, перекрестных каких-то вещей. Но так или иначе, мы видим, что мы совершенно не можем их сравнивать по времени, к сожалению, потому что у нас настолько большая хронологическая такая, да, скажем так, шкала, в которую мы до сих пор не можем Петроглиф, Нисико-Чаляна, Нишереметьев до сих пор поставить. Что только говорят, например, в эпохе неолита, мы на самом деле можем с огромным количеством павельников Южной Сибири сравнивать, но при этом должны понимать, что все-таки, ну, так как сравнивать, очень широкими мазками, они, наверное, прекрасны, но, к сожалению, мы не должны относиться как к гипотезам, которые, к сожалению, проверить будет очень сложно. Вот на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Вот, Елена Сергеевна появилась. Похолопаем, да? Да, мы не могли, у нас не могли увидеть. Мы вас не видели, мы видели только презентацию. Народ очень хотел на вас посмотреть, тем более вы такая красивая женщина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!